Музыка Последние несколько недель Казахстан находится во власти холодного сибирского антициклона. В некоторых регионах республики температура воздуха понизилась до минус 35. Выдержит такой градус – нелёгкое испытание для наших городов и, прежде всего, для городской инфраструктуры. Здравствуйте! Это программа «Город». Мы расскажем вам о том, как сегодня оптимизируются городские системы теплоснабжения, что меняется в их работе и какие внедряются новые технологии. Смотрите в этом выпуске. Ледниковый период. Куда уходит тепло? Нагреем улицу. Утеплить город. Новые технологии в системах теплоснабжения. По сравнению с старыми секционными котлами, КПД выше порядка на 2-3%. Дело труба? Точнее, дело в трубе. Сегодня общая протяжённость казахстанских тепловых сетей составляет около 12 тысяч километров. Причём 70% из этого расстояния нуждаются в модернизации, а 35% – в срочной замене из-за аварийного состояния. Практически вся система централизованного теплоснабжения досталась нам в наследство от Советского Союза. Поэтому возраст у нашего теплового хозяйства довольно почтенный. Ещё в середине 90-х годов прошлого века изношенность городских теплотрасс в Казахстане составляла 50%. Сегодня теплосети отработали по максимуму, и их ресурс полностью исчерпан. Вообще тепловые сети необходимо менять где-то в 30 лет происходит замена тепловых сетей. В данный момент большинство 40-50 лет уже как бы давно построены. Большая коррозия происходит. Расчёты специалистов показывают – наши удельные теплопотери составляют более 20%. Это в три раза выше, чем в странах Западной Европы. На практике процесс потерь выглядит примерно так. ТЭЦ и котельные подают в город 130 градусов. Из них до потребителей доходит только 90. 40 градусов – теряются по дороге. Половина тепла, которое выдает нам тепловые электростанции, уходит как бы в атмосферу. Очень большая потеря тепла уходит. Мы греем улицу. Чтобы сохранить тепло в городских домах, обычного ремонта изношенных труб недостаточно. Причина проста – это не решит проблем. Так что в итоге получается, что деньги вылетают в трубу. Решать проблему надо кардинально. То есть проводить масштабную модернизацию всей городской системы теплоснабжения и повышать ее КПД с помощью новых технологий. Именно так поступили в Павлодаре, в городе, который находится на северо-востоке республики и практически входит в сибирскую зону. Здесь, как и во всех наших городах, изношенность тепловых сетей приобрела хронический характер. Павлодар не раз оказывался в списке городов, которые в зимний период лидировали по количеству аварий в системах теплоснабжения. Объемы потерянного тепла зимой были таких масштабов, что городские коммуникации иногда не выдерживали перепадов в теплопотреблении. В марте 2011 года Европейский банк реконструкции и развития выдал кредит в 2 миллиарда 997 миллионов тенге на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Павлодара. В рамках данной кредитной линии, то ПТС также был получен заем на сумму 6 миллионов 750 тысяч долларов США от Фонда чистых технологий. За последние три года в реконструкцию тепловых сетей Павлодара было вложено 4 миллиарда 995 миллионов тенге. Часть инвестиций пошла на модернизацию труб. Всего обновили около 3 километров труб, а на действующих тепломагистралях сбросили и старую одежду. То есть минераловатную изоляцию сменили на пенополиуретановую скорлупу. Пенополиуретан – прочный материал с низкой теплопроводностью. Он устойчив к кислотным и щелочным средам и не подвержен коррозии. Один такой наглядный пример – зимой на этих трубах, где проведена реконструкция, не тает снег. То есть настолько высока степень изоляционной возможности нового материала. С целью увеличения количества передаваемой тепловой энергии построена новая насосная станция. Ее производительность – 10 тысяч кубических метров в час. Она оборудована пятью сетевыми насосами. Распределительные устройства оснащены современными вакуумными выключателями, которые управляются оператором дистанционно. Тепловой режим контролируется с помощью компьютерных программ. Кроме того, провели реконструкцию в системе отопления микрорайона «Усольский», который входил в список проблемных из-за перебоев в теплоснабжении. «Усольский микрорайон у нас достаточно бурно развивается. И для того, чтобы обеспечить все вновь возводимые дома достаточным количеством тепловой энергии, была проведена такая реконструкция». Теплоэлектростанция – это сердце всей отопительной системы республики. Именно от ее работы зависит, сколько тепла получат жители городов. Ведь именно на ТЭЦ вырабатывается основной объем тепловой энергии. Но, как и всякий организм, эти станции могут давать сбой. Особенно, если их ресурс находится на критической отметке. Более 50% оборудования на казахстанских ТЭЦ отработали свой ресурс и нуждаются в замене. Но это требует больших инвестиций и усилий. Средств на такую масштабную модернизацию городского бюджета зачастую нет. Благодаря карте индустриализации появилась альтернатива. Согринская ТЭЦ находится в Усть-Каменогорске. Ее возраст перевалил за полвека. Сегодня она обеспечивает теплом и горячей водой около 4000 квартир в поселках, которые входят в черту города. Плюс два предприятия. Одно из них – градообразующие. Три года назад в рамках региональной программы карты индустриализации Согринская ТЭЦ приступила к модернизации. Вначале здесь поставили новый турбоагрегат. Ввод нового турбоагрегата мощностью 60 мегаватт позволит сократить этот дефицит и также позволит более эффективно и экономично вести работу Согринской ТЭЦ. Такого КПД удалось достичь благодаря тому, что эта турбина работает в режиме ресурсосбережения. Если раньше в течение часа здесь тратили 12 тысяч кубических метров воды, то сегодня расходуется всего 2000 кубометров. Экономия ресурсов получилась в шестикратном размере. Кроме того, турбина сжигает на выработку 1 кВт на 15-17% меньше угля, чем прежде. Для Усть-Каменогорска, который возглавляет черный список городов с плохой экологией, это важное преимущество. В работе турбины используются автоматизированные системы управления. Они обеспечивают ТЭЦ надежную работу, помогают избежать аварийных ситуаций и повышают срок эксплуатации. Новая турбина положила начало к коренной модернизации всей Согринской ТЭЦ. Сегодня здесь уже произведен капитальный ремонт второго турбоагрегата и трех котлов отопления с заменой воздухоподогревателя. Свою лепту в оптимизацию работы городских систем теплоснабжения должен нести процесс модернизации котельных. В самом крупном городе республики – Валматы. Их насчитывается 72. И на них установлены 268 водогрейных котлов. От этого оборудования зависит производство горячей воды, восполнение теплопотерь и управление отопительной системы. Ремонт неисправных котлов – процесс довольно сложный. Чтобы добраться до поврежденной секции, приходилось разбирать весь котел. Если авария какая-то или там неполомка происходила в отопительный сезон, но это еще усугублялось. Трудоемкий ремонт – это одна сторона вопроса, другая – в низком КПД. Это означает высокие расходы на топливо и, как результат, неэффективная работа котельных плюс большие выбросы СО2 в атмосферу. Для Алматы, который из-за ландшафтных особенностей отличается плохой продуваемостью, необходимость использования усовершенствованных котлов – вопрос не только технологический, но и социальный. Ответ на этот вопрос был найден благодаря разработке казахстанского ученого профессора Рахимжана Урумбаева. Сегодня из 268 водогрейных котлов, которые стоят в котельных Алматы, 158 нового поколения. КПД самого котла – 95-96%. Получается довольно высокий КПД для котлов малой производительности. То есть тепловая эффективность поверхностей нагрева в новых котлах гораздо выше, чем у обычных серийных. И удалось этого добиться за счет оптимизации конвективной части. Разработчик снизил величину изгибающих элементов, которые действуют на экран котла, и повысил их жесткость. Кстати, казахстанские специалисты отмечают, что по эффективности водогрейные котлы Урумбаева не уступают зарубежным аналогам. Сегодня процесс замены старых котлов на модифицированные в Алматы идет достаточно активно. Только в прошлом году на городских котельных их было установлено 14. Когда в квартире становится холодно, мы начинаем обвинять в этом коммунальные службы. И зачастую небезосновательно. Однако и от нас зависит сохранение тепла в доме. Потому что нередко часть тепла мы теряем по своей вине. Например, забываем сделать элементарное – утеплить двери, заменить старые окна на более надежные стеклопакеты и так далее. Давайте относиться к теплу теплее. Это была программа «Город». До встречи на нашей территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова